Шавкат Рахманов. Этот человек мне дает шелки. Он имеет 100% консультацию. Он имеет 100% консультацию. Данная история вызвала широкий резонанс в социальных сетях и стала объектом шуток и мемов. Теперь девушка поспешила объяснить, что ее интерес к Рахманову носит исключительно спортивный характер. Я не влюблена в этого человека. Мне просто нравится его боевой стиль. Вся страна думает, что я по нему сохну, поэтому мне необходимо внести ясность. Я все еще его фанатка, но я в него не влюблена. Весь Казахстан в восторге от этой истории, потому что у меня появилось 20 тысяч новых подписчиков, заявляет Санко. Тем временем, американский боец UFC Джеральд Мершард обратился к фанатке Рахманова. Джеральд прошел взвешивание перед своим поединком против соотечественника Джозефа Пайфера на турнире UFC 287 в Майами и неожиданно обратился к американской журналистке Лауре Санко. Джеральд пошутил, что готов дать ей номер телефона Шавката Рахманова. Привет, меня зовут Джеральд Мершард. И я, сражаясь за команду KillCliffFC. Лаура, я тренирую Шавката, так что если ты хочешь, чтобы я получил этот номер для тебя, дай мне знать, что я тебя понял, сказал Мершард. Ну а теперь непосредственно к спорту. Американский канал SportZoom оценил потенциал казахстанского файтера Шавката Рахманова. Мир UFC напуган потенциалом Шавката Рахманова. Его потолок только небо. У Рахманова идеальный рекорд. Разнообразный арсенал навыков побед. А в заключении, известный американский тренер Хавьер Мендес назвал бойца, который способен стать чемпионом UFC среднего веса. Независимо от того, кто победит в предстоящем реванше между обладателем этого титула бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей, Мендес считает, что таковым бойцом является непобежденный шве Хамзат Чимаев. Мое мнение, я не даю шансов Перейре и Адесанье в бою с Чимаевым. Просто у Хамзата потрясающий набор навыков, особенно борьба. В среднем дивизионе нет никого подобного ему. Мне очень жаль, что у этих парней нет шансов, если они встретятся с ним. Если Хамзат решит с ними драться в стойке, то ему можно пожелать только удачи. Ему будет очень тяжело выстоять. Я сомневаюсь, что с этими ребятами Чимаев сможет устоять на ногах. Но на земле они не смогут с ним справиться. Хамзат – зверь в борьбе. Поэтому, если он когда-то подерется с кем-то из этих парней, я буду на его стороне. Я пришел к такому выводу из-за набора навыков. Тот, кто будет контролировать ход боя, тот и победит. У меня нет сомнений, что Хамзат будет контролировать ход боя. Поэтому я выбираю его, сказал тренер. Ну а на сегодня это все, друзья. Спасибо вам огромное за просмотр. И до встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok